Аллаху ма саллим алейхи ва аля алихи ва асхабихи ва манистанна бисуннатихи и ла юмиддин амма баад Аллахума аллимна ма инфауна ванфаа бима алламтана вазидна айлма ва аслах лена шаэнана кула ва ла такилна илла анфус на дарфа тайн амма баад За зволение Аллаху субханного тааля продолжаем чтение сокращенного толкования тафсир, то есть Корана Мы с вами на прошлом уроке читали главу, где он упоминал некоторые пользы и плоды, которые исходят из То есть какие пользы и плоды бывают у того человека, который выполнил или же исполнил должным образом То есть иман, веру в Аллах субханного тааля Остановились мы на словах, где он сказал То есть из этих плодов, из польз веры, то есть того человека, который действительно должным образом верует в Аллах субханного тааля То есть эта вера будет его призывать к тому, чтобы он еще больше и больше изучал этот иман Чтобы он еще больше и больше совершал деяния, как явные, так и скрытые То есть как деяние сердца, как усиление страха перед Всевышним Аллах субханного тааля Также деяние телом, что человек совершает деяние телом, как молитва, как хадж и так далее, и другие дела Поэтому человек верующий, то есть по мере своей веры, он не будет переставать совершать еще больше и больше То есть, или точнее изучать еще больше и больше полезного знания И еще больше и больше совершать полезных деяний, как скрытых, так и явных Мы сказали, скрытые дела, это как деяние сердец, как страх, упование на Всевышнего Аллах субханного тааля и подобное И также, то есть, явные деяния, это деяние, которое он совершает своим телом То есть, настолько, насколько будет сильна его вера То есть, будет еще сильнее его надежда, желание приблизиться к Аллах субханного тааля И также его деяние Как Аллах субханного тааля об этом сказал Поистине, действительно верующими в Аллах субханного тааля являются те, которые уверовали в Аллаха и его посланника, а затем не имели никаких сомнений То есть, не приходили какие-то сомнения в их сердца Поэтому Аллах субханного тааля дальше говорит, что в этом аяте И говорит, что после этого, что они проявляют усердие на пути Всевышнего Аллаха субханного тааля Как своим имуществом, так и своими душами, то есть, своим телом То есть, совершают явно деяния Поистине, действительно верующими являются те, которые, то есть, когда слышат поминания Всевышнего Аллаха субханного тааля Их сердца трепещут А если же кто-то читает им аяты, то есть, Всевышнего Аллаха субханного тааля Это увеличивает их веру, и они уповают только на своего Господа Когда пришли к Хасну-ль-Басри, то есть, тогда, когда появилась фитна То есть, мурджиитов, когда появились мурджииты, хорошо То есть, которые говорили о том, что деяния не входят в иман и так далее То есть, и прочие заблуждения, то есть, хорошо То есть, мурджииты, это кто? Как сказал сын Абу-Дауда, Абдулла Абу-Дауда Саджистани То есть, сын им известного имама Сказал Говорит, и не будь мурджиитом Который играется со своей религией Ведь, поистине, мурджиит просто, то есть, издевается То есть, у него вся его религия, это насмешка над религией и шариатом Всевышнего Аллаха субханного тааля Говорит, что раз я сказал Я могу делать любые деяния Я могу совершать ширп Я могу совершать, то есть, пить спиртное Совершать прелюбодение В этом ничего не будет Почему? Да потому что я засвидетельствовал, что нет божества, достойного для поклонения, кроме Аллаха Мы говорим ему что? Что это свидетельство Оно что? Требует от тебя какие-то деяния Не бывает так, что ты просто сказал слово, заявил о чем-то И все, то есть, ничего после этого не будет Поэтому Сказал Как некоторые поэты сказали, что какие-то заявления Если человек не приведет доводы на свои заявления То это будет просто что? Болтун человек То есть, если он говорит, я там верующий У меня там сильная вера и так далее И так вот, к чему это все говорю Что они говорили, что человек должен Когда у него спрашивают, являешься ли ты верующим Именно, то есть, обладаешь ли ты верой и иманом Должен человек оговорить да Ведь если он скажет нет, то он станет неверующим Поэтому была, то есть, большая проблема То есть, и большая война между кем у нас двумя мазгабами Это ханафиты и шафейты Шафейты в большинстве своем в то время Были кем? Приверженцами сунны То есть, в вопросах имана и так далее Что касается ханафитов Известно, что у них, то есть, было что? То есть, в их мазгабе присутствовал ирджа То есть, мурмуржизм у них был И поэтому ханафиты считали шафейтов неверующими Потому что шафейты, то есть, последователи То есть, не именно имама шафия А вообще в общем, то есть, те, кто придерживаются Этой школы фикха и так далее Хорошо, то есть, они говорили, что? Что нельзя, то есть, говорить Му'мин, да, я му'мин Надо говорить, что? А на му'минун иншалла Что касается, то есть, смотрите У нас здесь имеется в виду именно му'мин Как степень имана Сейчас, поэтому я вам приведу слова Хасн-басри в этом, то есть, по поводу этого аята То есть, у нас есть самая первая степень Это тот человек, который засвидетельствовал, что нет божества, достойного для поклонения, кроме Аллаха Этот человек, этот человек хорошо становится муслимом Становится у нас мусульманином Затем же, затем же, после этого Когда человек совершает много праведных деяний и так далее и тому подобное Тогда он уже переходит в степень чего? В степень иман То есть, это уже, то есть, вера, которая выше Своим уровнем, чем просто, чем просто ислам И поэтому, когда у шафиитов спрашивали То есть, как я могу за себя свидетельствовать, что иман То есть, это уже значит, что я говорю, что мои деяния приняты Откуда я знаю, принял ли Всевышний Аллах, Субханаху У это Аля, мои деяния или нет? И они говорили, что А нам муминам, иншаллах То есть, я надеюсь, что я То есть, что Аллах, Субханатарх, сделает меня с числа муминов Но что касается на вопрос муслим Являешься ли ты мусульманом? Естественно, ни в коем случае нельзя отвечать по-другому И поэтому, смотрите Когда спросили у Хасн-басри Некоторые люди желали, может быть, чего-то этим вопросом Галь анта мумин? Сказали Являешься ли ты мумином, верующим? И он сказал То есть, спрашиваешь меня Являюсь ли я тем, о ком Всевышний Аллах, Субханаху У это Аля, сказал Говорит, что Точнее, сначала сказал, что Если ты подразумеваешь Веру ли я в Аллах, Субханаху И в его книге ангелов Хорошо, то есть, судный день Посланников Хорошо, то есть, предопределение туда Я верующий в это То есть, я верую в это Но, если ты спрашиваешь Являюсь ли я тем, верующим о котором Всевышний Аллах сказал, что верующими являются только лишь те, которые слышат поминание Аллаха, их сердца трепещут. Когда они слышат аяты Аллаха, они переполняются верой, и они уповают только лишь на свой Господь, то я надеюсь, что я из-за этого числа. Как я могу свидетельствовать себе? Я говорю, что да, мое сердце трепещет, когда я слышу поминание Аллаха. Я надеюсь, я хочу быть из числа этих, я прошу Всевышнего Аллаха об этом. Но чтобы я заявлял, что я действительно уже этим описан, я не могу. И поэтому была известная, как говорится, сыр-бор, Субхан Аллах, между ними. Субхан Аллах, что доходило до того, что их называли неверующими и запрещали жениться. То есть ханафитам нельзя было жениться на шафиитках. И один из них, справедливый, сказал, что можно, мы делаем аналогию на женщин-людей Писания, что если она девственница, можно на ней жениться, ханафиту на шафиитке, но ни в коем случае нельзя ханафитку выдавать за шафиит. История, то есть вся эта, чтобы вы понимали, там не вопрос столько правовой школы, фикха и так далее, сколько вопрос убеждений. То есть в этом присутствовали убеждения. То есть это не просто человек придерживается ханафитского фикха, и он ненавидит шафиитских. И нет такого. То есть если вы посмотрите даже, те люди, которые изучают мазаба, у них не бывает ненависти между собой чаще всего. У них бывает у многих слепая прежность именно своему имаму. Но что их заставляет порочить чужого имама, то есть это уже вопрос, который возвращается именно к вероубеждению. Томам. Немножко отошли от темы. Говорит Всевышний Аллах Субхан-Талли так же. Когда Всевышний Аллах Субхан-Талли рассказывает о лицемерах, которые говорят друг другу, когда они спосылались аяты Аллахом с посланнику Аллаха Салаллаху Алейху Салям, они говорили, То есть у кого из вас увеличилась вера, то есть насмехались они, говорили, у кого же у вас увеличилась вера, когда был неспослан тот или иной аят. И поэтому Аллах Субхан-Талли, ответив им, сказал, что касается действительно верующих, то их иман увеличился, когда они услышали новые и новые аяты. И каждый раз, когда ты узнаешь что-то новое из шариата Всевышнего Аллаха Субхан-Талли, твой иман непременно, то есть обязательно становится что? То есть выше и больше и лучше. На. Так же из плодов веры. Это, братья, очень и очень великая польза. Послушайте внимательно. Говорит шейх Ас-Саади, из плодов веры, это то, что действительно верующие люди в Аллах Субхан-Талли, в его полноценность, полноценность совершенства Всевышнего Аллаха Субхан-Талли, в его величие, хорошо, то есть в его великое могущество, в его святость Аллах Субхан-Талли, то есть его, опять же, мощь. Эти люди самые-самые убежденные, самые-самые спокойные и самые-самые уповающие на Всевышнего Аллаха Субхан-Талли люди. И они самые сильные в своей вере в обещания, правдивое обещание Всевышнего Аллаха Субхан-Талли, и они больше других надеются и желают милости Аллаха Субхан-Талли, и боятся они его наказания. И они, братья, лучше и выше других в возвеличивании Всевышнего Аллаха Субхан-Талли, и они всегда знают, что Аллах Субхан-Талли их видит, наблюдает за ними. И поэтому они заботятся о своих деяниях, чтобы это было то, чем доволен Всевышний Аллах Субхан-Талли. И это очень важно, братья, в возвеличивании Всевышнего Аллаха Субхан-Талли, хорошо, то есть в это возвращается, или же к этому возвращается, что? То есть корень многих проблем, заблуждений, ошибок и так далее, и тому подобное. Валлаху мустаам. Говорит, и это и есть действительно исправление сердец, и здоровье сердец, и к этому, то есть никаким образом ты не придешь к этому здоровью, к этому, то есть спокойствию сердца, кроме как что? То есть посредством веры. Кроме как посредством веры. То есть поэтому, братья, здесь у нас указание на то, насколько важно изучать имена и качества Всевышнего Аллаха Субхан-Талли. Человек, чем больше хорошо, то есть верует и должным образом верует в имена и качества Всевышнего Аллаха Субхан-Талли, то есть атрибуты его, тем сильнее будет его вера. Тем сильнее будет его вера. Потому что он знает, каким образом он боится. Смотрите, у нас, братья, в арабском языке есть слово хауф. Что значит хауф? Кто знает? Хауф это значит страх. Тамам. Есть у нас также слово хаще. Что такое хаще? Также страх. Но какая разница между хауфом и хаще? Смотрите, братья, хауф это просто страх, любой страх. Что касается хаще, это что? Это страх, когда ты знаешь, чего ты боишься. То есть ребенок боится просто, например, темноты. Это что у нас, хауф или хаще? Это у нас хауф. То есть ребенок боится. Нет у него причин на самом деле бояться, но он просто боится темно, страшно и так далее. Человек боится какую-то темную дорогу. Опять же, это что, хауф или хаще? Это хауф. Но если он знает, что по этой дороге есть определенные бандиты, и поэтому он боится этой дороги, это уже чем называется? Это называется хаще. И поэтому смотрите, братья, на тонкость красноречия книги Всевышнего Аллаха, Субханна Хула Тааля. Аллах, Субханна Хула Тааля, когда описал страх ученых, как сказал в аяте? Иннама яхафу Аллаха ль уляма, сказал, да? Или как? Иннама яхшал Аллаха мин аибадихи ль уляма, сказал. Поистине действительно боятся. И здесь имеется в виду именно тот страх, который страх сознанием. То есть действительно трепещут перед Всевышним Аллахом, так как знают его величие. Знают, кто этот Господь. Только лишь кто, опять же сказал, аль уляма, только действительно достигшие степени ученых. То есть этот человек ученый о Всевышнем Аллахе, Субханна Хула Тааля. Он долго и много, хорошо изучал, знал, то есть знает, кто такой Аллах, Субханна Хула Тааля. С его именами и качествами. Только такой будет бояться Всевышнего Аллаха, Субханна Хула. Поэтому, когда ты говоришь, у меня есть родственники, которые не молятся, у меня есть родственники, которые так делают, то есть воюют с бородой, я им столько раз хадисы про бороду говорил и так далее и тому подобное, ты подожди. Ты начни с того, что ты им разъясни, кто такой Всевышний Аллах, Субханна Хула Тааля, и почему они должны вообще, в принципе, подчиняться, слушаться и поклоняться ему. И в этом, братья, беда тех людей, хорошо, то есть потомков джагмитов, которые заблудились в вопросах имен и качеств Всевышнего Аллаха, Субханна Хула Тааля. То есть они, что у них нет Господа на самом деле. Они оставили своего Господа, все его имена, качества. Кто-то не верит именно в имена, кто-то не верит в качества, кто-то не верит в это, в это и так далее, и так далее. То есть просто то, что сообщил о себе Всевышний Аллах, Субханна Хула, для того, чтобы мы еще больше и больше трепетали перед Ними, боялись Его и любили Его, и поклонялись Ему, они сводят это на нет. Поэтому ты видишь, что чаще всего именно у этих людей не бывает никакого страха перед Всевышним Аллахом, Субханна Хула Тааля. Они могут говорить, что хотят, делать, что хотят, вводить нововведения и так далее, воевать с приверженцами, сунны и так далее. В Аллаху Аль-Мустан. Поэтому, то есть это очень и очень важный вопрос. Поэтому человек, который изучает имена и качества Всевышнего Аллаха, Субханна Хула Тааля, должным образом, этот человек действительно будет бояться Всевышнего Аллаха, Субханна Хула Тааля, и действительно совершать только то, чем доволен Всевышний Аллах, Субханна Хула Тааля. Также из плодов веры, братья, что человек, то есть Раба Аллаха, Субханна Хула Тааля, не сможет никоим образом, должным образом быть искренним перед Всевышним Аллахом, Субханна Хула Тааля, искренним с рабами Всевышнего Аллаха, Субханна Хула Тааля, давая им искренний совет, искренне относясь к Нему, то есть полным, достойным, совершенным, прекрасным образом, кроме как, если у него будет присутствовать эта вера в сердце. На основании чего он будет относиться к людям, то есть таким образом. Поэтому, то есть тот хадис как раз, о котором Шамиль спрашивал, о котором мы говорили на прошлом уроке, это что? Что посланник Али Саратову сам сказал, что когда к нему явится смерть, пусть он будет из числа тех, кто верует в Аллаха, в его посланника, точнее, в последний день, хорошо, и когда он относится к людям каким-то образом, пусть относится только так, как он желал бы, чтобы они относились к нему. То есть ты грубишь кому-то и ждешь, что он будет с тобой мягким, мягким, хорошо. Тебе же неприятно, когда тебя грубят, так и ты не груби людям, и ты не груби людям. Хорошо, мы скажем, что ну этот же человек ко мне плохо отнесся, мы тогда то же самое тебе скажем. Если ты по какой-то причине отнесешься плохо к кому-либо, ты бы что хотел, чтобы этот человек простил тебя, как-то мягко тебе объяснил, брат, ну не нужно так делать, или вытерпел бы, если он знал, что ты, например, был не в настроении или еще что-то, и вытерпел бы, сказал, ладно, брат мой заслуживает того, чтобы я промолчал, так или не так. То есть это то, что ты хотел бы, чтобы к тебе так относились. Но когда мы судим кого-то, как говорится, когда касается нас, мы самые лучшие адвокаты, как касается кого-то другого, мы самые лучшие судьи. Поэтому говорит, Поэтому верующий человек, его, то есть раболепие перед своим Господом, то, что он пытается приблизиться постоянно к своему Господу, желает награду его, боится, то есть наказание его, это его все сподвигает на то, чтобы он совершал то, чем обязал его Всевышний Аллах, то есть из его права выполнял права Всевышнего Аллаха, а также выполнял права рабов Всевышнего Аллаха. Потому что у Аллаха есть права. Также есть права у кого? То есть у людей, у рабов Всевышнего Аллаха. У меня есть права на тебя, у тебя есть права на меня. Хорошо, у твоей жены есть на тебя права, у тебя есть права на твою жену, у детей есть на тебя право, у тебя есть право на твоих детей. И таким образом. И также у Всевышнего Аллаха есть на нас великое право, которое, если мы будем выполнять, Всевышний Аллах пообещал, сам себя обязал, что тот, кто выполнит это право, не зайдет в огонь. Точнее, или же зайдет в рай. Непременно зайдет в рай. Даже если у него будут какие-то грехи, даже если его грехи будут брать и до самых небес огромные горы, горы скверных дел, но он будет из числа тех, кто уединял Всевышнего Аллаха и никогда не приобщал ему никого со товарищей, он непременно когда-то, но зайдет в рай. Поэтому посланник Али Сарат говорит, то есть тот, кто засвидетельствует, что нет божества, достойного для поклонения, кроме Аллаха, это непременно поможет ему, даже если через какое-то время. Даже если через какое-то время, но теперь непременно, это ему обязательно принесет пользу. Томан. Ваминга анна льмуамалат бейна льхалки ля тьму атакуму илля аля ссидки вонус. То есть, так же мы должны знать, что из плодов веры, что те отношения, которые между людьми происходят, они будут, то есть, должным образом или же полноценными, только если будет присутствовать правдивость и искренность. А это и есть, что составляющие веры. Так или не так. То есть, аннус хавас ссидк. То есть, это искренние отношения, хорошо. То есть, и правдивость, это и есть, что у нас составляющие веры. И все это разве выполняет кто-то, кроме действительно верующего человека. То есть, что заставляет тебя, когда, например, тебе дают сдачу и тебе дали больше. Что сподвигает тебя вернуть эту, то есть, эту вещь, которую, то есть, тебе не по праву. То есть, это не твое право. Человек ошибся. Почему ты не говоришь, что он ошибся, это его проблемы. Он же мне их отдал, я же у него их не просил. И почему ты не уходишь? Потому что ты веруешь во Всевышний Аллах, смотри, тебе не нужны эти грязные деньги. Когда ты видишь и говоришь то, что у всех, смотри, сколько денег, а у меня ничего нет. И все вот там везде в банках работают, еще где-то и так далее. И то подобное у них, поэтому деньги есть. Что останавливает тебя от того, чтобы ты зарабатывал так же, как и другие запретным путем? То, что ты веруешь во Всевышнего Аллаха, что Аллах предписал тебе определенный риск, то есть, определенное пропитание. И ты не сможешь съесть ничего чужого. И ты съешь только то, что тебе предписано. Ты выпьешь только столько, сколько тебе предписано. Ты вдохнешь столько воздуха, сколько предписано тебе, ни братья граммом больше, ни граммом меньше. Невозможно. И у тебя единственное есть, что выбор. Сделать это дозвольным путем, или же сделать это каким-либо другим путем. Что заставляет тебя, и что сподвигает тебя делать только дозвольным путем? Вера во Всевышнего Аллаха, вера в то, что Аллах, хорошо, то есть, может тебя наказать, если ты сделаешь по-другому. Вера в то, что Аллах, наградит тебя, если ты будешь стремиться, хорошо, то есть, делать только так, как этого желает от тебя Всевышний Аллах, Поэтому, братья, вера в Аллах, должным образом, когда она войдет, братья, в наши сердца, тогда, братья, все это будет понятно. Поэтому, братья, мы с вами думаем, что мы там послушали уроки по Единобожию, но мы же знаем, что Единобожие трех видов нет, братья. Единобожие, братья, это не Единобожие в господстве, в улюби, в именах и качествах и так далее. Единобожие, это не уединение Аллаха в Его поклонении и так далее и тому подобное. Ля-Иля, ля-Лля, это, братья, не просто два столпа Рукан и Фабады. Нет. Это все прекрасно. То есть это описание, это то, что облегчает тебе понимание единобожия, аспектов каких-то определенных. Но единобожие, братья, это в первую очередь деяние твоего сердца. Это то, что кроется в твоем сердце. Поэтому ты видишь, что два человека, у каждого из них ты можешь спросить, что? Кто такой Аллах, Субхан Таре? Где твой Господь? Он скажет, над небесами. Когда ты у него спросишь, кому-то можно поклоняться вместе с Аллахом, Субхан Таре? Кому-либо можно взывать, кроме Аллаха? Он скажет, нет. Поистине Всевышний Аллах, Субхан Таре, сказал «Я создал джиннов и людей только лишь для одной цели, а это поклонение мне». И так далее. И приведешь ты ему все эти доводы, и он услышит их, он поймет их. И два человека. Но первый человек, как только случается, приключается с ним какая-то беда, он говорит, что? Я верую во Всевышний Аллах, Субхан Таре. Я не боюсь никого, кроме только одного Аллаха, Субхан Таре. Я буду делать только то, что повелел мне Всевышний Аллах, Субхан Таре. Другое же, что? Боится. А если этот? А если тот? А если ты его в этот момент остановишь, сколько видов этого хаида? Он тебе скажет, три. Что значит, ла илях ли Аллах? Он тебе скажет, ла маабуда хакон илляллах? И так далее. Разве это есть единобожие? То, что он знает, объяснение этого понимания? Нет. Поэтому, братья, то, что спросит, то, о чем будет спрошен человек в могиле, а это ман раббук, кто твой Господь? Имеется в виду что? Кто тот, кому ты поклонялся? Действительно, должным образом. Братья поклонялся. Это не только челом бить об пол. Хорошо, когда ты молишься и так далее, поститься. Нет. Поклонение. И самое главное поклонение, это поклонение сердцем. То, что ты действительно веруешь в Аллаху, то, что ты действительно трепещешь. То есть, твое сердце трепещет от страха перед Аллахом. Что значит трепещет? У тебя есть человек, который устрашает тебя и говорит, что если ты не побреешься, я тебя побью, или же там из дома выгоню, не буду тебе деньги давать и так далее, и пропадешь ты, и ты боишься этого человека. И вот здесь ты понимаешь, где у тебя действительно трепещет сердце. Вот это, братья, указание на важность, то есть, деяние сердца. Ты смотришь, кого мне больше бояться? Этого сотворенного или же того, кто его сотворил? То есть, тот, кто его сотворил и повелел мне. Когда ты говоришь некоторым людям, а где ты живешь? Он тебе говорит, в таком-то, в таком-то месте у меня хорошая работа, у меня хорошая зарплата. Мы говорим, а мечеть где у тебя? Он говорит, далеко, ведь я живу среди неверующих. И мы спросим у этого человека, брат, почему ты живешь среди неверующих? Брат, кому я нужен в мусульманской стране? То есть, почему он, ты говоришь, потому что он боится бедности. Он боится, что он не справится. Он боится, что он не сможет И так далее. Всевышний Аллах говорит, повелевает мусульманам, не просто говорит, не просто сообщает, повелевает мусульманам переселяться к мусульманам, чтобы мусульмане жили вместе. Посланник Аллах говорит, что не должны даже их огни видеть друг друга. То есть они должны быть настолько далеко от тебя, что ты даже не знаешь, где вообще там неверующие. Посланник говорит, что я не причастен к мусульману, который живет среди неверующих и так далее. И люди что говорят? Ну брат, я кому нужен, у меня нет возможности и так далее. Смотрите, братья, здесь не вопрос, хиджер у нас разбирается и так далее, но просто чтобы люди потом не говорили, что вот, а действительно надо сломя голову. Никто не говорит сломя голову. Мы всегда знаем, что в других уроках мы изучали о том, что упование на Всевышнего Аллаха должно обязательно сопутствовать чему? По причинам, которые повелел Всевышний Аллах. Действительно, если у человека, хорошо, ни гроша в кармане, ему некуда пойти, он даже границу пересечь не сможет, ни билет себе купить и так далее. Никто об этом не говорит. Да, у тебя должна быть какая-то там, может быть, как это называют, финансовая подушка или что там и так далее, надеял, алалам. Хорошо, то есть это вопрос другого характера. Здесь другой вопрос. Человек ждет что? Что у него 2-3 миллиона долларов будет, чтобы он куда-то там уехал и так далее, чтобы его принял принц хорошо и рядом с собой где-нибудь в крепости поселил. Посмотрите на сподвижников, посланников, были среди них асхабу-суффа. Кто знает, кто такие асхабу-суффа? Кто знает? Еще кто знает? Которые жили где? Под навесом. Даже не под навесом. Суффа это немножко приподнятое место в мечети. То есть в мечети пророка было немножко приподнятое место, где люди спали. Им негде было жить. Они спали там. Чем они питались? Хорошо. То есть было в мечети, то есть кину. То есть небольшая вещь висела, куда люди клали финики. Хорошо. То есть или же давали воду и так далее. То есть у кого-то, например, урожай был хороший. И он захотел садах отдать этим людям. Или же кормил их, поил их. Посланник Алиса сам часто приглашал их. Когда у него какие-то финансы приходили, еду давали и так далее, он их приглашал. И эти люди, субхану, какая у них финансовая подушка, скажите мне, была. То есть они, субхану, отправлялись, уповая на Всевышнего Аллаха. И даже в этом уповании, братья, люди бывают разные. Поэтому я вам говорю о том, что мы не говорим ни в коем случае, не отрицаем изучение книг Единобожия. Я это говорю к чему? Что братья нужны обязательно человеку стремиться очищать свое сердце. И это и есть вера. Вот о чем говорит шейх. То есть когда вот эти все плоды ты почувствуешь из имана, когда ты, брат, будешь действительно должным образом веровать в Аллах, субхану, или должным образом поклоняться ему, уединять только его одного в поклонении. В поклонении мы говорим не только молиться только ему и не резать барашку ни для кого, кроме Аллаха, субхану, Нет. Поклоняться в первую очередь своим сердцем. Трепетать, чтобы первое, о чем ты думал, будет ли доволен мой Всевышний Аллах, если я скажу то-то. Будет ли доволен мой Всевышний Аллах, если я сделаю то-то. Хорошо. То есть это то, что должно действительно заботить тебя. Когда ты думаешь, откуда я возьму деньги, откуда я возьму то. Аллах, субхану, говорит, субхану, хасн-ль-басри, что говорит, я более 80 аятов нашел в Коране, где Аллах, субхану, говорит, что не переживайте за свой риск. Аллах, субхану, да, дает вам, нахну нарзуку куму айякум, нахну нарзуку куму айякум, говорит, и так далее. И вместе с этим, говорит, я увидел только лишь один аят, где говорит, Аллах, субхану, шайтан обещает вам бедность и призывает вас совершать скверные деяния. Один раз шайтан, лжец, субхану, самый последний лжец, пообещал тебе что? Пообещал тебе бедность, в то время как Всевышний Аллах, субхану, да, Создатель, братья, милостивый, милосердный, богатый. Его, братья, сокровищницы бесконечные, субхану, если посланник Алиса, там, говорит, от первого до последнего все джинны, люди, все соберутся в одном месте, все попросят у Всевышнего Аллаха, субхану, да, каждому Аллах, субхану, да, все, что он просил. Не важно, братья, сколько там нулей в твоем чеке будет и так далее и то подобное. Все, что ты хочешь, дашь тебе Всевышний Аллах, субхану, да, тебе и всем остальным, несмотря на ваши разные языки, разные потребности. Джинн, человек от первого, от самого первого, от Адама, даже от первого джинна, субхану, до самого последнего человека, говорит, даже, то есть не иссякнет сокровищница Аллах, субхану, да, кроме как, сколько, то есть на сколько уменьшится, как воробушек, который сел рядом с морем и взял один раз, клюнул, хорошо, то есть из этого моря. Море вообще узнает, что какой-то воробушек где-то там сел, какую-то капельку испил и так далее. Это не значит, что хоть какую-то часть, но уменьшится. И если что, ничего, то есть никакой разницы не будет, никакой разницы не будет. Даже более того, точнее сказал посланник, это было в другом хадисе, посланник Али-Исасам сказал, как иголка, которая опущена в море и потом ее вынут из этого моря. Что-то останется на этой иголке? Чего на ней не останется? То есть абсолютно. И ты, субхану, оставляешь веру должным образом в то, что пообещал тебе Всевышний Аллах, субхану, да, и веруешь в шейтану, субхану, который является лжецом и который ничем абсолютно не владеет. Поэтому очень и очень важно, братья, то, чем человек должен больше всего заниматься и действительно переживать за это, это брать одеяния сердца. И поэтому, если у человека будет здоровое сердце, которое действительно должным образом верует в Аллах, субхану, да, все остальное станет ему намного проще. Ты не будешь удивляться, как такое-то выполняет, то есть выставит ночную молитву. Ты не будешь удивляться, как рассказывает про, например, там, Абдул-Гани Аль-Махдисе, что он 300 ракатов духа совершал, он даже не почувствует эти ракаты, он даже не будет знать. Поэтому смотрите, Орвабнус-Зубейр, когда у него была гангрена на одной ноге, ему сказали, что мы должны эту ногу отрубить тебе, все, то есть уже не сможете с ней жить. И он сказал, хорошо, то есть делайте то, что вы считаете нужным. И они сказали, мы тебе дадим такую вещь, ты ее выпьешь и не будешь чувствовать боль, то есть опьяненным будешь и не будешь чувствовать боль. И он сказал, Субханна, я потеряю свой рассудок и не смогу поминать Всевышнего Аллаха? Нет, говорит, дайте мне совершить два раката молитвы. И он что? Совершил омовение и начал молиться. И ему отрубили в это время ногу. Он даже не почувствовал, что ему ногу отрубили. Вспомните того сподвижника, двое, один мухаджир и другой ансари, которые защищали послание Калиса и его войско. Один из них ночью сказал, я первую ночь буду, хорошо, то есть послежу, а ты в последнюю ночь. И он стал что-то, Квир, и стал молиться ночную молитву. И когда многобожник увидел его стоящим, он что сделал? Взял и стрелу в него выпустил. Стрела в него попала, и он не шелохнулся. И дальше продолжает читать Хуран. Еще одна стрела, третья, четвертая. И когда он уже побоялся, что он умрет, и то есть Иисус Ханна будет предательством, он что, тогда уже пошел в руку и так далее, и так далее, то есть закончил свою молитву и разбудил мухаджира. И представьте, если человек просыпается, видит несколько стрел в человеке, кровь. И он говорит, что случилось? И тогда он рассказал, что случилось. Я молился, один раз выстрелил, тогда выстрелил, смотри, то есть на нас хотят напасть. И он сказал, ты почему сразу мне не сказал? И он сказал, что тогда, говорит Субханаллах, я начал читать сур, одну из своих любимых сур, и я не хотел прерывать это чтение. То есть что за любовь к Аллаху, к Его речи, если человек, Субханаллах, начал сур, в него стрелы стреляют, и он не желает просто прерывать эту сур. И поэтому, братья, вот это вера. Поэтому, когда ты читаешь истории о сподвижниках, ты не удивляешься, почему это совершали они? Совершали, потому что в их сердцах была такая вера, которую ты даже не почувствуешь. Поэтому посмотрите, Хубейб ибн Али, когда его поймали многобожники, после того, как убили Зайд ибн Дафина, и так далее, то есть хорошо, после известного предательства, когда их предали и так далее, его взяли и сказали ему, что вот ты сейчас находишься у нас, и мы тебя убьем, говорят они. Что мы, то есть мы у тебя спросим, если бы сейчас можно было на твое место Мухаммада поставить, ты бы хотел бы этого? Субханаллах, смотрите. Он говорит, говорит, если бы вы, говорит, убили бы меня, то есть сказали бы моя смерть, или же просто Мухаммад порежет свой пальчик, я бы выбрал свою смерть, говорит Субханаллах. И он будет, чтобы он был у себя. То есть настолько, братья, представьте себе, какая-то любовь к пророку Алису. И поэтому он сказал известные свои слова. Сказал, говорит, То есть мне дела нету, говорит. Если я умру мусульманом, то каким образом меня убьют? Вообще дела нету. Потому что это все будет на пути Аллаха, Субханаллах. Говорит И все это будет на пути Всевышнего Аллаха, и если Аллах пожелает, Он даст великую благодать в этих кусочках тела, которые вы разрежете. То есть на кусочки вы меня разрежете, мне без разницы, как вы меня убьете. Я мусульманом умру. И это будет на пути Аллах, Субханаллах. И если Аллах, Субханаллах, пожелает, вот в эти кусочки, которые вы отрезали от моего тела, или же как вы меня разрубили, во всем этом будет барракад. То есть все это Аллах, Субханаллах, соберет и введет меня в рай. Что за вера в этом сердце, Субханаллах? Смотрите на того сподвижника, в которого, то есть когда в него выстрелили стрелу, он увидел стрелу, которая пронзила его сердце, и он умирает. Что он сказал? Победа, говорит, я клянусь Господом Кабы. Я победил, говорит, почему победил? Рай, аль-хамду рельна. То есть я вот, вот мой рай. Тот сподвижник, который сидел и кушал, финики когда была, то есть была битва при Бадре, посланник Алей-Салату Асам говорит, что каждый из вас, ему предписано место в раю, и я вижу, то есть кто, где будет убит, и так далее. Рассказывает об этом. И этот человек кушал финики. И он говорит, что, неужели, говорит, неужели, говорит, между мной и моим раем только лишь эти финики, говорит, Субханаллах. Сланник Алей-Салату Асам сказал, да, то есть эти финики. И он один поднял финик, чтобы покушать его, затем бросил на пол, говорит, это слишком долго, Субханаллах. И ринулся в бой, Субханаллах, умер, и иншалла, так далее, этот человек, не иншалла, мы знаем, что этот человек из обитателей рая. Поэтому, братья, что я хочу сказать, хорошо, то есть отошли мы от темы, но в любом случае, то есть то, к чему я введу, что, братья, настоящая вера, единобожие, местное ему сердце. Все то, что мы изучаем, книгу единобожие, три основы, в Асатия, Ма'ариджу-Л'Кабуль, и так далее, и так далее, разные книги по убеждениям, это все изучается для того, чтобы в сердце эта вера увеличилась. Когда тебе говорят три столпа, или же три вида таухида, это таухида, это таухида, и так далее, все эти вещи разъясняются для тебя, только для того, чтобы тебе легче было это понять. Но все это, оно, братья, кроется в твоем сердце. И поэтому посланник Алиса, и вот сейчас вы, наверное, поймете еще лучше тот хадис, который мы с вами разбирали уже, что посланник Алиса, сказал, что в теле каждого из вас есть кусочек мяса. Если этот кусочек мяса будет праведным, то праведным будет и все тело. Если же он будет скверным, то тогда скверным будет и все абсолютно твое тело, субхамм. Поэтому, братья, то есть это сердце, оно и есть, братья, оно как начальник для войска. Оно как начальник для этого войска. Хорошо. Говорит, также, то есть, из плодов веры, что вера является самым лучшим помощником для человека, чтобы он терпел хорошо, то есть и должным образом, то есть, претерпевал всякие беды и невзгоды, которые его постигают на этом пути. То есть, ему будет намного проще совершать подчинение Аллаху, поклоняться ему и так далее. То есть, также, ему будет проще оставлять то есть, те страсти или же какие-то скверные дела, которые душа постоянно только делает, что призывает его к ним. То есть, и это будет должным образом выполняться только тогда, когда у человека будет сильная вера. И также, из плодов веры, что человек, раб Аллаху, обязательно будет его постигать, что-то из страха, из голода. То есть, что-то он будет терять из своего имущества, каких-то людей потеряет, кто-то умрет, например, или же какие-то плоды, которые, то есть, он хорошо, то есть, его бизнес, например, торговля и так далее, или же его, то есть, посев и так далее. Что-то из этого потерять. Поэтому, Аллах, Субхану Талли, так и сказал, говорит, мы непременно испытаем вас, говорит Всевышний Аллах, Субхану Талли, страхом, говорит, голодом, потеряете вы какое-то имущество, потеряете что-то из посева, потеряете каких-то близких своих, так обрадуешь и терпеливых, которые, когда постигают их подобное, они говорят, поистине, мы принадлежим Аллаху, Субхану Талли, и к нему мы все будем возвращены, то есть, какая разница, то есть, мы и так, и так принадлежим Аллаху, ну, подумаешь, потеряли это, потеряли то, все это и так, и так принадлежит одному только, Аллаху, Субхану Талли. То есть, этот человек будет между двумя. То есть, либо же, когда его постигнет беда, он что, то есть, отставит терпение, и, то есть, его терпение будет очень слабым, и он начнет, то есть, переживать, кричать и так далее, паниковать, то есть, и тогда он потеряет много блага, потеряет награду, и за это он будет заслуживать, что? То есть, наказание. Говорит, и тогда, в любом случае, его беда от того, что он переживает, кричит, паникует и так далее, разве она станет меньше, его беда? Никак не изменится, то есть, ты ничего не изменил, но зато получил наказание от Всевышнего Аллаха, Субхану Талли, за то, что ты не проявлял терпение. Более того, когда человек не проявляет терпение по отношению к бедам, которые его постигают, этим самым он только увеличивает свою беду, так или не так, еще хуже становится, еще переживает, нервы и так далее. Или же он проявит терпение по отношению к тому, что его постигло, и тогда он, Субхану Аллах, хорошо получит великую награду. Терпение невозможно, кроме как с верой. А что касается того терпения, которое не строится на вере, которое, то есть, знаете, таджаллюда, это знаете, как что по-русски сказать, то есть, самоистязание, можно сказать, самоистязание, как это шииты, например, делают и так далее, то есть, терпят эту всю боль, и так далее, просто так, впустую. Мало что впустую, так еще и за это получат грех, страшный грех, Субхану Алия, и поэтому, то есть, в этом никакой пользы нет. То есть, когда человек, например, хорошо имеет возможность, то есть, например, молиться в теплом месте, но выбирает ледяное место, я спица хочу, чтобы мои награды было еще больше, или же что, то есть, он, например, он может дома спокойно, то есть, совершить омовение, он выходит на снежную, то есть, зимой, на снежную дорогу, и на снежной дороге холодной водой совершает омовение. Аллаху Амаракум, вас этим обязал Всевышний Аллах, Субхану Алия, нет, зачем ты это делаешь? Закаляю себя, закаляю себя, говорит. И как часто этот человек, то есть, потому что это было построено не ради Аллаха, Субхану Алия, не на пути Аллаха, обязательно после этого, что он оставит терпение. Субхану Алия, у меня родственник, дядя был один, который был, то есть, такой очень хорошо, то есть, ну, жесткий довольно человек, хотя, в общем, добрый был, но такой, как бы, как сказать, то есть, который в горящую избу зайдет, там, или как это говорят, и так далее. Так вот, мать мне рассказывает, что как-то раз он пришел, и у него, то есть, рука, кожа расплавилась на руке, то есть, в ужасном состоянии, его рука, хорошо, то есть, и так далее, и он зашел в комнату, как будто бы ничего не бывало, и удивились все, сказали, что случилось, и так далее, как это, он говорит, я взял батарею, схватил, и, говорит, почти 10 минут ее держал, ему сказали, зачем ты это сделал, говорит, мне интересно стало, если вдруг меня кто-нибудь в плен захватит, и будет пытать, говорит, смогу ли я выдержать, какой, никакой войны еще нет, никто даже не думает о войне, какой плен, забав, о чем ты думаешь, и какая у тебя информация есть, чтобы кому-то рассказать, забав, что ты расскажешь, сколько у тебя баранов, коров, забав, полом, поэтому от такого терпения нет никакой пользы, более того, это самоистязание называется, валаху, муста, поэтому, братья, верующие люди, действительно верующие люди, они самые лучшие из числа тех, кто проявляет терпение, убежденность, и они, братья, крепко держатся в тех моментах, когда, то есть, постигают какие-то беды, и ты видишь, что некоторые люди, некоторые люди, когда постигают тяжелая беда, как будто бы ничего не случилось, как гора каменная, как будто бы ничего не случилось, там, где все говорят, как Аллах, субхандуль, рассказывает про верующих, когда в день битвы при Охуде, когда разбили войско мусульман, и сбежали многобожники, пришел шайтан, и сказал, что Абу Суфьян еще большую армию взял, и хочет прийти, и всех вас полностью, то есть, перебить здесь, что сказал посланник Али-Исасам, чтобы все остались здесь, еще более того, пошли за ними, мы идем, то есть, что случилось с верующими, которые во своих ранах, ничего нет, не готовы, давай вернемся в Медину, сказали, может быть, чтобы еще больше армию, или же как-то поможем, или сдадимся, нет, говорит Всевышний Аллах, субхандуль, говорит, это те люди, которым было сказано, поистине, эти люди, они готовятся против вас, то есть, армия Абу Суфьяна, хочет прийти, на тот момент, чтобы он не был мусульман, они хотят прийти и уничтожить вас, что случилось, сразу говорит, Аллах, используя, то есть, кто знает арабский язык, знает, что у нас есть определенные, то есть, предлоги, которые означают, то есть, последовательность, есть у нас, братья, то есть, как Сумма, например, пришел, например, Джа Мухаммадун, Сумма Зейд, если ты скажешь на арабском языке, это будет значение его, пришел Мухаммад, а затем пришел Зейд, но Сумма указывает на то, что он пришел через какое-то время, не сразу за ним, но если ты используешь букву Фа, и скажешь, Джа Мухаммадун, Фазейда, значит, зашел Мухаммад, и сразу за ним зашел Зейд, и сразу за ним зашел Зейд, и поэтому, смотрите, Аллах, Сумма, сказал, это люди, которым пришли и сказали, они готовят против вас армию, хотят вас всех убить, и это не, то есть, как только они это услышали, их вера увеличилась, еще больше вера стала, Сумма, и что они сказали, сразу их вера увеличилась, и они сразу сказали, что поистине нам достаточно Аллаха, и как же прекрасен этот покровитель, то есть, мы веруем в Аллаху, пусть приходят, то есть, мы всех их, мы наоборот, мы на них, еще более того, посланник, отправился в Хамра, если я не ошибаюсь, за пределами Дины, и три дня ждал их, три дня их ждал, а они что, Аллах, поселил такой страх в их сердцах, поэтому верующего человека, братья, боятся, боятся люди, когда посланник, в одном из своих путей, прилег под деревом, пришел бедуин, и увидел висящий меч, меч над посланником Алисатцем, который он повесил на дерево, достал его, и вот так на его лицо, то есть, или же у его лица под лицо поставил, и сказал, говорит, говорит, кто тебя спасет, защитит от меня, говорит, посланник Алисатцем, лежа, открыл глаза, и сказал, Аллах, страх, где может быть, Аллах, защитит меня от тебя, и этот бедуин, настолько испугался, что выронил этот меч, и упал, хорошо, на свои ягодицы, посланник Алисатцем, взял этот меч, и сказал, а кто тебя спасет, от меня теперь, и он сказал, прости меня, и хорошо, то есть, отпусти, он сказал, иди отсюда, вот это братья вера, поэтому братья, человек, который обладает такой крепкой верой, люди его боятся, люди боятся, думают, кто это, что это, почему, то есть, любой человек, другой бы сейчас перепугался, а ты вот такой, поэтому братья, это очень важно, вера, она обязательно должна присутствовать, братья в сердцах, человек всегда должен работать над своим сердцем, и это самое тяжелое, на, говорит, и так же, и так же, из плодов веры, что и вера делает обязательным, или же, то есть, облегчает рабу, или же заставляет раба, то есть, или же, то есть, обязательно делает, упование на Всевышнего, Аллах, еще сильнее в сердце раба, и почему, потому что он знает и верует, то что все братья, в руках Аллах, и все возвращается, ко Всевышнему Аллах, напали враги, еще что-то случилось, случится только ровным счетом, то что пожелал Всевышний Аллах, и ничего более, как Аллах, как Аллах пожелал, так и случится, и ничего больше, братья, ни больше, ни меньше не случится, хорошо, кто бы, то есть, поэтому Аллах, посланник Али Сарату, сам в хадисе, Ибн Аббаса знаменитым, говорит, что знай, что если первые и последние все соберутся против тебя, чтобы, то есть, как-то тебе навредить, навредят только таким образом, как это предписал Аллах, Субханна Тааля, ничего больше, говорит, если все они соберутся так же, чтобы тебе чем-то помочь, ничем тебе не смогут помочь, кроме того, что уже предписал тебе Всевышний Аллах, Субханна Тааля, потому что перо уже давно поднято, а хорошо, то есть, свитки они уже высохли, то есть, чернила давно уже написаны, все написано, что и как будет, поэтому зачем переживать, зачем переживать, разбил машину, что ты должен сказать, Хадарулла, разве могла эта машина не разбиться, в Аллахе, не могла бы, неважно, проспал ты сам виноват, или же что-то хорошо, то есть, без какого-то твоего участия случилось, случилось только то, что пожелал Всевышний Аллах, Субханна Тааля, и оно обязательно должно было случиться, поэтому сподвижники говорили, что тот человек, который не верует в то, что человек должен, то, что не верует человек в то, что его постигло, не могло его миновать, и то, что его миновало, не могло его постигнуть, такой человек не поможет ему, сколько бы он не расходовал на пути Аллаха, Субханна Тааля, даже если он золотую гору уход на пути Аллаха, Субханна Тааля, будет расходовать, ему не поможет это, пока он не верует в то, что все то, что постигло его, не могло миновать его, и все то, что миновало его, не могло его постичь. Поэтому это очень важно, Субханна Тааля, все это в руках Всевышнего, Аллаха, И тот, кто, братья, уповает на Всевышнего Аллаха, ему будет достаточно Всевышнего Аллаха. Говорит Аллах, Субхану, Набию, хасбук Аллаху. О, Пророк, поистине тебе достаточно Аллах, и тем, кто последовал за тобой из числа верующих, так же достаточно. Вам всем достаточно Аллах, Субхану, Ва Тааля. Поэтому тот, кто уповает на Аллах, Субхану, Ва Тааля, он уповает на кого? Он уповает на сильного, мощного, могущественного. То есть это действительно тот, кто обладает силой, действительно тот, кто обладает мощью и могуществом. Хорошо, то есть никто не обладает таким образом другой. Смотрите, это очень важно. И таким же образом, как вера заставляет тебя, то есть заставляет твое упование на Аллах, Субхану Тааля, увеличиваться и усиливаться, таким же образом оно заставляет тебя и сподвигает тебя совершать все больше и больше полезных причин. То есть предпринимать какие-то причины. И это очень важно, потому что полезные причины бывают двух видов. То есть причины, которые возвращаются к религиозному, то есть к религиозным делам, и также те причины, которые возвращаются к мирским делам. Как, например, говорит, «Причины религиозного характера». То есть это что? Это вера в Аллах, Субхану Тааля. И все то, что выходит из этой веры. Все то, что выходит из этой веры. То есть, братья, смотрите, упование на Аллах, Субхану Тааля, это такая же причина. Хорошо, то есть в самом уповании, хорошо, или же получение риска и так далее, это также является причиной. Поклонение Аллаху, Субхану Тааля, является причиной. Хорошо, человек много денег хочет. Из причин получения имущества, что делает посланник Аллаху? Тата Абу Аль-Умра сказал, совершать одну Умру, затем еще, не в один приезд, а если приехал один раз на Умру, затем хорошо приехал, потом еще раз на Умру и так далее. То есть постоянство в совершении Умры, что человека постоянно есть что? Где-то в расчетном, что он должен обязательно поехать в Умру. И это, братья, стыд и срам, Субхану Тааля. Многие мусульмане тратят огромные баснословные деньги в никуда, но как только ты спрашиваешь у него про Хач, говорит, нет у меня денег. Как только ты спрашиваешь у него про Умру, у него нет времени, у меня нет денег. Но вот недавно мы с братьями ездили куда-нибудь там, в Тбилиси или еще куда-нибудь там и так далее и тому подобное, потратили столько-то там денег и так далее и тому подобное. Это, Субхану Тааля, как говорится, как водички выпить. В Аллаху Мустаан. Поэтому это очень и очень, Субхану Тааля, стыдно должно быть многим мусульманам. Аллах, Субхан Тааля, сам Всевышний Аллах, Субхан Тааля, позвал тебя к себе в гости. Сам Аллах, Субхан Тааля, желает, чтобы ты к Нему пришел. Сам Всевышний Аллах, Субхан Тааля, в Аллаху Мустаан. И поэтому ты видишь, когда некоторые братья приезжают сюда и потом какими-то, то есть, совершенно ненужными делами занимаются. То есть, ты приехал сюда, то есть, постарайся сделать все то, что приближает тебя ко Всевышнему Аллаху, Субхан Тааля, что увеличивает твою веру в Аллаху Мустаан. Аллах Мустаан. Что даже мне некоторые братья сообщили, что люди приехали на Умру и нашли время, чтобы что? Оставить мне. То есть, смотрите, Аллах, Субхан Тааля, позвал его в гости, чтобы он совершал поклонение, Аллах, Субхан Тааля, подчинялся, приближался к нему, совершал тавав, просил Аллах, Субхан Тааля, прощения за свои грехи, чтобы Аллах, Субхан Тааля, ввел его в рай. То есть, у него прямой путь в рай, он может здесь заработать то, что он не заработает нигде. Субхан Тааля, смотрите, одна молитва, обязательная молитва в мечети Харам, приравнится к 100 тысячам молитв. Сколько это кто-то даже рассчитывал? Сколько лет поклонения примерно говорили? Вот 274 года. Одна твоя молитва это 274 года. Представь, сколько ты лет оставляешь, когда... То есть мы говорим про кого? Про того человека, который... То есть, например, у человека, смотрите, это очень часто бывает, что, например, Талиб, какой-то человек, у которого есть знания, приезжает в Мекку, например, и слышит о том, что у какого-то ученого будет урок. Хорошо, то есть иногда шейх Мухаммад Базмуль или же какая-нибудь Даура, например, бывает и так далее. И люди там идут, например, учат Раджиха и так далее, и поклоняются Аллаху Субхану Талли тем, что они изучают религию Аллаха Субхану Талли. Этот человек может не переживать, что он оставил эти 100 тысяч только лишь ради того, что любимый Аллах Субхану Талли еще больше. Он получит и свои 100 тысяч и получит еще величайшую награду, хорошо, за изучение религии Всевышнего Аллаха Субхану Талли. То есть это вот другой вопрос. Но представьте себе, и вы, наверное, я надеюсь, что увижу большое удивление в ваших глазах, что я слышал о человеке, который уехал из Мекки, приехал в город Джидда, потому что там две футбольные команды играют. Приехал на футбольный матч, там играл какая-то, какая-то команда. Все это почему? Потому что здесь играет там Роналда, здесь еще кто-то играет. Субхану Талли, ты оставил Господа миров, который позвал тебя к себе, оставил рай и широта, которому небеса и земли. Оставил все это ради того, чтобы посмотреть на какого-то кафира Субхану, который не знает, как подмываться Субхану должным образом, который не знает, братья, кто его Господь. Не поклоняется Всевышнему Аллаху, Субхану Талли, отвернулся от Господа твоего, твой Господь зовет тебя и желает для тебя это великое благо. Аллах, Субхану Талли, из всех людей облегчил именно тебе совершение этой умры, и ты что? Отворачиваешься. Оставь это себе, О Господь. Оставь это. У меня хорошо, то есть некоторые кафиры, которые мячик пинают, я хочу посмотреть на них. Побойтесь, Аллах, Субхану Талли. Если, братья, иногда хватает страшное удивление тех братьев, которые ищут там поездки на море и так далее, целый день тратят, чтобы поехать на море. Ну я, когда еще Красное море и так далее увижу и так далее, подумаю, Субхану Аллах, ты приехал сюда поклоняться Аллаху. Ладно, мы здесь еще как-то хорошо, то есть может он там как-то... Трудно, но может быть мы его поймем. Но, Субхану Аллах, идти в место, то есть представьте себе, я этому брату сказал таким образом. Я говорю, удивительно положение того человека, который приехал в самое чистое место на земле, оставил его в пользу самого грязного места в этом месте, Субхану Аллах. Самое грязное место, которое ты найдешь в Саудаскаре, это стадионы, футбольные поля. Нету, аль-хамдилля, здесь ни клубов, ни там всяких этих вещей, по милости Аллаху Субхану, не алкоголя. Поэтому самая грязная вещь, где ты видишь все эти грехи и так далее, это либо торговые центры рынки, либо же что вот эти футбольные поля. И ты оставляешь самое чистое место, которое создал для тебя Всевышний Аллаху Субхану Аллаху Субхану Аллаху Субхану Аллаху Субхану. Так же смотрите, причины, веры, хорошо, то есть ее упование на Аллаха Субхану Аллаха, из числа мирского, также делится на две вещи. То есть это либо причина, то есть какие-то вещи, которые при совершении они, во-первых, ты нуждаешься в них и они помогают твоей вере, то есть они укрепляют твою веру. Как, например, Фагу Айдан Минадин. То есть это все также является, то есть, из религии. Касаи филкуватиль ма'науиятил ма'диятил латифиха хуватиль ма'минин. Как человек, который стремится к описанию силы как внутренней, так и явной внешней, которая призывает его, то есть какой-то сильный. Смотрите, что это имеет в виду. То есть у нас есть причины, которые помогают нам больше уповать на Аллаху и поклоняться им больше. Представьте себе человека, который что делает? Утром, например, делает зарядку. И ты спросишь у него, ях, и зачем ты делаешь эту зарядку? Зачем ты тратишь на это время, может быть, кто-то скажет. И он скажет, брат, если я так сделаю, то я целый день буду энергичным. И поэтому, когда придет время духа, мне будет проще молиться. Я не буду, то есть, ленивым, я не буду издевать в этой молитве. Потом придет время обязательных молитв, я буду, то есть, я спокойно пойду в мечеть, вернусь и так далее. Почему? Потому что я с утра уже заряженный. Или же, например, он хорошо, то есть, например, какую-то определенную пищу кушает, но не кушает другую, которая заставляет его тело хорошо, то есть, уставать больше и так далее. И делает он это для чего? Для того, чтобы еще лучше поклоняться Аллаху. Или же приходит определенное время, и дети говорят, Субхану, на спокойной ночи, малыши, ты спать идешь? Он говорит, брат, я иду спать, почему? Потому что я хочу пораньше до молитвы фаджар проснуться, чтобы перед своим Господом, то есть, выстаивать ночную молитву, просить ума своего Господа что-то. Это причина или не причина? Это причина. И это причина, то есть, из числа мирского или религиозного, в основе своей мирской. Но в данном случае, с таким намерением, это является что? Религия Аллах, Субхану, Таалли. Этот человек получит великую награду за это свое дело. И поэтому, это вещь, в которой нуждается и он, и его религия, и он за это получает пользу. То есть, за это он получает пользу и говорит, поэтому, шейх Ас-Саади, что это и есть из религии. Но это только для того, естественно, кто имеет намерение. Второе, смотрите. Или же какая-то причина, которая в основе своей не сделана для поддержки твоей религии. То есть, она не для этого. То есть, это вещь, которая, на самом деле, отдаленная. То есть, она в основе своей никак не связана с религией Аллаха, Субхану, Таалли. Но человек, из-за того, что у него такая великая вера в сердце, хорошо, то есть, он желает того, что то, что у Всевышнего Аллаха, Субхану, Таалли, он даже этим приближается к своему Господу. То есть, и приходит к нему разными путями. Как человек, например, смотрите. Например, покупка компьютера. Покупка компьютера основа какая? Между дозвольным и недозвольным. Между дозвольным и недозвольным. Если к недозвольному оно ближе будет, мы не соврем. Хорошо, потому что чаще всего в компьютере не занимается человек тем, что довольствует Всевышнего Аллаха, Субхану, Таалли. Но если человек говорит, что я, например, хочу заняться чем? Я хочу распространять ислам, например, через интернет. И для этого мне нужен компьютер. Я возьму этот компьютер или же куплю какую-нибудь программу. То есть, какая-то программа хорошая, и я хочу ее купить. Зачем ты покупаешь эту программу? Почему ты не потратишь эти деньги на что-то другое? Он говорит, что эта программа, например, хорошая для обработки видео. Я возьму там, например, уроки Шейхса Аля Аль-Фаузана, например, буду их обрезать, какие-то важные пользы, и давать людям, чтобы им было проще, хорошо, то есть, усваивать этот материал и так далее и тому подобное. Или же я их буду выкладывать там-то, там-то, там-то и так далее. Или же я буду вести форум, на котором я буду людям доносить истинную религию. Я буду объяснять им, как они должны поклоняться. Или же возьмет человек, например, или запишет, то, каким образом посланник Аллах, Салаллаху Али-Фаузан, совершал молитву. Покажет, как он совершал руку, как он вставал из руку и так далее, и так далее. Чтобы люди исправили свою молитву. Чтобы люди вернулись к той молитве, о которой посланник Аллаху Али-Фаузан сказал в достоверном хадисе, который передал имаму Аль-Бухари. Молитесь только лишь так, как вы видели, что я молился. То есть, посланник Аллаху Али-Фаузан забрался на мимбар, помолился на нем и сказал, вот вы видели мою молитву? Молитесь и вы таким же образом. Пророк Али-Фаузан говорит, посмотрите, Субханна, на мечети, у каждой молится, как ему хочется, Субханна. Так или не так? Один руки под пупок, один над пупок, один на грудь, один вообще руки опускает. Кто-то вслух, кто-то тихо, кто-то еще как-то, кто-то вяло, кто-то таким образом стоит, кто-то еще. По-разному, Субханалла. Почему эта разность? Разве у нас, то есть каждый, то есть у нас несколько пророков было, несколько разных молитв, молитва она одна, так или не так? Да, хорошо, если у тебя есть два хадиса, один понимает этот хадис таким образом, другой другим, это совсем другой вопрос. И если бы все возвращалось бы только к этим вопросам, у нас бы не было такой огромной разницы. Даже в самом важном после Единобожия это что? Молитва, Субханула. Вопрос молитвы. И поэтому человек, Субханула, даже, братья, те вещи, которые отдаленно, на самом деле, ты скажешь, как это может приблизить тебя к Аллаху, Субханула, но он из-за того, что обладает такой верой, он даже этим приближается ко Всевышнему Аллаху, Субханула. Субханула. То есть представьте себе, если человек, например, просто отдаленно, чтобы вы поняли, насколько отдаленные бывают порой примеры. Если человек, например, увидит, что где-то строится мечеть, где-то строится мечеть в каком-то районе, и он видит, что эта мечеть, например, 30 квадратных, нет, давайте большую мечеть, 300 квадратных метров, например, Хамдулина мечеть. И он примерно думает, что вот сейчас молящихся столько-то, столько-то, они поместятся в эту мечеть, но у этих молящихся будут дети, которые, когда через сколько-то лет придут в эту мечеть, быть может, их будет много, и будет тяжело эту мечеть расширять. Вот смотрите, как человек думает, например, если я сейчас возьму какие-нибудь семечки, деревьев, которые не будут вредить этой мечети, и рассажу эти деревья таким образом, чтобы потом эти деревья выросли и давали тень тем людям, которые на молитву Джума, когда будут приходить, будут молиться на улице, им будет тяжело, например, солнце будет светить. Например, человек вот так подумает. На самом деле, его деяние-то что? Это покупка семян, и он посеял эти семья в определенном месте. Но смотрите, например, о чем он думает, просто сейчас такой пример, хорошо. О чем он думает, насколько далеко он думает, получит ли он за это награду или нет. Большую награду, так, это каждый молящийся, которому будет спокойно в солнечный день, который будет, то есть, свободно поклоняться Аллаху, Субханта ли, не спешить, когда же имам закончит и так далее, он получит за него награду. И поэтому, братья, человек, который разбирается в этих вещах, он даже в тоненькие вещи, то есть, вещи, которые человек подумает, ну, подумаешь, хорошо, то есть, это будет что-то, что, то есть, Субханна, будет уже далеко и далеко, то есть, его приводить хорошо, то есть, все ближе и ближе ко Всевышнему Аллаху, Субханнаху, 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 С То есть, и также права его рабов, как обязательные, так и желательные. И поэтому эта дозволенная вещь будет по отношению именно к этому человеку под поклонением. Это тем, что приближает его ко Всевышнему Аллаху, и поклонением Аллаху по причине этого прекрасного намерения, которое хорошо подвигло, то есть, или же сопутствовало его деяне. Что даже, братья, некоторые верующие, правдивые в своей вере, в своем понимании, иногда имеют намерение в своем сне, в своем отдыхе, в каких-то своих наслаждениях. Этим самым он хочет получить силу еще большую, для блага, чтобы еще больше совершать блага. Смотрите, говорит. Поистине, я надеюсь на такую же награду от своего сна, подобно тому, как я надеюсь на награду от своего выстаивания ночной молитвы. Потому что я засыпаю для чего заранее? Чтобы проснуться на эту ночную молитву. Весь мой сон будет поклонением. Также, смотрите, рахати, то есть, человек отдыхает. Отдыхает он, например, в дневное время, чтобы на вечернем уроке быть что? То есть, быть еще более энергичным, чтобы не засыпать, не клевать и так далее. Чтобы еще больше понять, хорошо, то есть, узнать из знаний, которые приближают тебя к Аллаху, субхану ли. Чтобы еще ближе приблизиться к Аллаху, субхану ли. То есть, что даже, братья, такой пример, который человек, может быть, не думает, что даже тот человек женатый, который отправляется на урок или еще на что-то важное, об этом у нас придет в ряду с Аллахой, даже хадис, то есть, которым будет такая польза, что если он сблизится со своей женой так, как это делает муж со своей супругой и так далее, для того, чтобы не думать ни о чем отвлеченном, то есть, на уроке или еще что-то и так далее, даже это будет для него поклоним, что даже, братья, рассказывается, то есть, много хорошо, то есть, об этом, о подобных вещах, то есть, рассказывается даже от сподвижников, что подобные дела они совершали для чего? Для того, чтобы не думать ни о чем, кроме того, что действительно их заботит. То есть из числа вещей, которые приближают их к Аллаху, Субханаху, то есть даже те вещи, которые, братья, может быть, не каждый задумается из вас. То есть это то, что совершает каждый. Человек каждый кушает, человек каждый засыпает, просыпается, отдыхает хорошо, то есть у каждого там есть жены и так далее, потом происходит между ними то, что происходит. Все это бывает, но не каждый человек вспоминает об этом намерении. Зачем это делается? Просто для того, чтобы успокоиться, отдохнуть, заснуть и так далее, и тому подобное? Нет. То есть человек, если возьмет еще дополнительное намерение, получит великую награду. На. Ватарбият альбадан лифяли лаибадат, ватакуит и алилхайр. То есть если человек, например, занимается своим телом для того, чтобы поклоняться, то есть делать это тело сильным для всякого блага. Смотрите, братья, разница огромная между тем человеком, который делает зарядку или какие-то вещи из спорта, для того, чтобы поклоняться Аллаху, Субханаху, для больше. И тот человек, который вытягивает соревнования, дзюдо, карате или еще что-то, бокс, борьба и так далее, всем этим занимается. Для чего? Чтобы там, если что, на районе я мог и так далее и тому подобное. Субханаху, калям, фауды, Субханаху, пустые слова. Для чего ты? То есть ты тратишь свое время попусту. Потом ты говоришь ему, что? Брат, зачем ты это занимаешься? Он говорит, брат, мне, чтобы я энергичнее был. То есть так не пойдет, чтобы я хорошо зарос там жиром и так далее и тому подобное. Мы говорим, хорошо, джазак, аллахайр. Но почему ты столько на это времени тратишь? Потому что у меня скоро будут соревнования. Брат, а зачем соревнования? Брат, если я на соревнования ездить не буду, я это оставлю, и тогда я хорошо зарасту жиром. Субханаху, ма шааллаху, баракаллаху. А какие все, как говорится, фукага сразу становятся учеными, когда нужно защитить и оправдать себе что-то, дозволить. Аллаху, мустаан. То есть зачем это все, Субханаху, нужно? То есть человек тратит время впустую. Не говоря о том, что многие из этих единоборств и так далее, где есть удары по лицу и так далее и тому подобное. Все это запрещено в принципе. Все это запрещено в принципе. То есть мы много и много уже говорили. Аллаху, мустаан. Это очень важно. И никто ни в коем случае не призывает, братья человека, оставлять спорт. Это прекрасно. Говорит посланник в достоверном хадисе, который имам Муслим передал, что сильные верующие, любимые Аллаху, и лучше перед Аллахом, чем слабые верующие, хотя в каждом из них есть благо. Да, сильные здесь не обязательно. То есть это мышцы, качок и так далее. Нет. Но это также из смыслов этого. Это также из смыслов. Потому что в нем есть сила. То есть проще ему будет помогать другим мусульманам. Хорошо. Аллаху, мустаан. То есть даже тот человек, который лечится, лечится для того, чтобы избавиться скорее от болезни, чтобы еще больше и больше поклоняться Аллаху, субхану-тоаллаху. То есть даже это. Это очень важно. Вот это, субхану-то, очень хорошая польза. И даже человек, некоторые люди, они что, когда занимаются чем-то дозволенным, они имеют намерение, что они занимаются этим дозволенным, чтобы занять себя от греховного. Занять себя от греховного. Что даже некоторые саллифы говорили такую великую пользу, что как только твоя душа начнет призывать тебя к какому-то греху, ложись спать. Ложись спать. Человек хочет что? Совершить какой-то грех. И вот уже все. И ты знаешь, что твоя душа, если в нем это семя посиделось, ты сейчас будешь с ней бороться, бороться, но в итоге она тебя хорошо одолеет. Что сделай? Возьми, возьми. И ляг спать, например, хорошо тогда. И сразу хорошо тебе будет намного проще. На. Или же он какими-то дозволенными вещами желает, чтобы призвать тех, кто вокруг него. То есть призвать других людей, смотри, давай мы с тобой вместе будем совершать что-то хорошее и так далее. И тому подобное. На. То есть или же, смотрите, как здесь говорит шейх о чем? То есть в основе своей разговаривать с братьями, дать ему салям и так далее. В основе своей все это возвращается к мубаху, да, то есть салям является желательным и так далее и тому подобное. Но в основе своей это что-то, то есть разговор, отдых, там прийти к кому-то, улыбнуться и так далее. Это все в основе своей возвращается к мирскому. Что-то из этого, да, является, то есть на это есть у нас доводы и так далее. Но вместе с этим тот человек, который, например, приходит к своему брату для того, чтобы, например, избавить его от дикости, например, в сердце, что никто не приходит, никого давно не видел, просто приходит, или же собирает братьев для того, чтобы укрепить связь между ними, братство, то есть собирает своих братьев, которые придерживаются сунны и так далее и тому подобное. Даже за это человек получает награду, за это свое великое намерение. То есть он не просто за то, что накормил людей, а также и за скрытое свое намерение, что он этим самым желал, что? Укрепить братскую связь, например. Хорошо, то есть и так далее. Или же просто звонит своему брату, то есть между делом там и так далее. Освободился, позвонил брат, давно не общались. Саламу алейкум, как у тебя дела? Все хорошо. Субханаллах, не так давно. Одному брату написал, как у тебя дела и так далее. И он ждет. Он говорит, брат, ты действительно мне просто так написал, чтобы узнать, как мы идем. Тебе ничего не нужно? Я говорю, нет, вау алейкум, ничего не нужно. Просто я говорю, вспомнил о тебе. Джазак Аллах, хейранг. Субханаллах, неужели это что-то удивительное? Обязательно, если мне что-то нужно, я должен с тобой связаться. Просто интересно, все у тебя в порядке. Давно не связывались. И почему братьям не ввести? Это обычно хорошо. Иногда связываться. Просто брат, давно с тобой не общались. Все у тебя хорошо, все нормально. Это очень важно. Это называется тафакуд. То есть искать, узнавать, все в порядке. Почему-то, то есть Субханалла пропал. Или же смотрите, как бы приятно было братьям, которых мы не видим, например, в мечети. Раз, то есть какое-то время и мы не видим его в мечети. Не говорить, аудзу биллях, фасик, там и так далее. Нет. Позвонить, сказать, брат, у тебя все в порядке? Субханалла, давно в мечети не видел? Прихожу в мечеть, думаю, вот сейчас я тебя увижу, улыбнусь тебе в лицо и так далее. А Субханалла, и не видно тебя. Все нормально, все в порядке у тебя. То есть когда это бывает? Нам. Хорошо. То есть нет сомнения, что все это возвращается к вере и к тому, что исходит из веры. И поэтому, когда мы говорим, что иман описан таким образом, то есть поэтому Аллах Субханалла во многих аятах говорит следующие слова. Уповайте же только лишь на Аллах Субханалла, если вы действительно являетесь верующими. То есть шейх здесь, так как, несмотря на то, что этот шейх великий знаток Кур'ана, и очень много пользы дал умми, и это великий ученый и имам. Но вместе с этим, Субханалла, Всевышний Аллах Субханалла, милостивый и милующий, и показывает нам то, что, братья, человек не безошибочен, человек не безгрешен. То есть даже в таких вещах, которые являются, как говорится, его полем боя, иногда бывает шейх ошибается. Ошибка, конечно, не такая, чтобы мы говорили, что ошибка. Но он привел аят, который на самом деле только один, только в этом аяте Аллах Субханалла говорит эти слова. Но имел в виду он этим аяту. Смысл один и тот же. То есть даже переводить смысла нет. И там, и там имеется в виду, чтобы люди верующие уповали только лишь на Аллах Субханалла. Вот аят, то есть вот об этом аяте имел. Потому что этот аят пришел действительно, то есть таким образом заканчиваются многие аяты. Но что касается слов Всевышнего Аллаха Субханалла, этот аят только приходит в суре Аль-Майда. Смысл, как мы сказали, ничего не поменялось. Просто такая, как говорится, латыфа, то есть такая интересная польза, что Субханаллах, Всевышний Аллах Субханалла ни одну книгу не сделает безошибочной, кроме одной только книги. Это что? Книга Всевышнего Аллаха Субханалла. Что касается всех остальных, даже имам Аль-Бухари, даже имам Муслим, есть, опять же, чтобы никто не подумал, что ошибки имеются в каких-то определенных недочетах. Как, например, имам Аль-Бухари, его книга, все хадисы достоверны. Но есть у него хадисы, которые не входят в саму книгу, это как комментарии, или же главы, например, название глав, которые он взял само слово из хадиса, но не привел ему ни из надо, ничего. То есть некоторые хадисы очень редко, но бывает, что слабыми, но это, опять же, мы говорим, что это не в основе книги, не в основе, как, например, смотрите, если мы книга, вся говорим достоверная, но вот здесь название я написал, и это название взято у меня из слабого хадиса. Хорошо, то есть слова правильные, слова прекрасные, но не являются хадисом. Может ли кто-то сказать, что в этой книге есть недостоверный хадис? Нет, это не связано с этой книгой. То есть это что? Например, название книги, название главы, еще что-то, то есть или же приведение каких-то слов. Вместе с этим все это почему Аллах, Субхангар, знает лучше, чтобы мы знали, что единственная безошибочная книга, это книга Аллах, Субхангар. Люди, даже имам, великий имам всех имамов, амир правоверных в вопросах хадиса, имам Аль-Бухари, то есть даже его книга, то есть если человек поищет, он найдет какой-то, то есть маленький, но недочет, какой-то маленький, но не посмотрите, например, Абу-Бакр. Абу-Бакр ошибался или нет? Да. Но, братья, в безбрежном океане его правильных мнений, его мудрости, его знания, что весят эти ошибки? Они есть или нет? Чтобы мы сказали, что Абу-Бакр безошибочный? Нет, мы не можем сказать, что Абу-Бакр безошибочный. Но вместе с этим Абу-Бакр что? В этом, как мы и сказали, в безбрежном океане, хорошо, то есть в безбрежном океане, его знаний, его веры, его упование на Аллах, и его мудрости, есть что? Капелька, две капельки чего-то, хорошо, что не из этого океана. И на этом, иншалла, мы на сегодня завершим. Прошу прощения, что мы сегодня так задержались, просто хотелось этот вопрос закончить. Барак Аллахи. Шейх Василла Аббас, у нас шейх в Мекке был, то есть раньше часто на его уроке ходил, в хараме преподает он, и урок у него бывал, то есть по субботам именно урок бывал после Магриба и еще немножко после Айша. И на этот урок приезжали некоторые из Таифа, некоторые из Джидды, например, как я приезжали, некоторые мекканцы и так далее. И на этом уроке он иногда отвечал на вопросы. Нет, точнее, на субботнем уроке он не отвечал на вопросы. В любом случае, к нему он рассказывает после конца урока, смеется и говорит, мне сообщение на телефон вопрос прислала, женщина, но она не вопрос, а жалобу. Попросила, говорит, шеф, пожалуйста, отпускайте мужей пораньше, как они очень поздно домой приходят с ума. Ладно, что, поэтому заранее прошу прощения. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok